Сегодня во всех регионах европейской части страны, в том числе и на Нижнем Дону, проходит акция «Всероссийский день без сетей», цель которой – изъятие брошенных и незаконно установленных орудий лоба, а также формирование у населения ответственного отношения к национальным рыбным запасам. По словам государственного инспектора Нижнедонского отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азова-Черноморского территориального управления Росрыболовства Николая Семергея, от сетей и других орудий лоба водоемы очищаются с помощью тролления. В нем участвуют более 30 государственных инспекторов Нижнедонского отдела рыбоохраны. Также в нем принимают участие в этом мероприятии представители правоохранительных органов, представители общественных организаций, рыболов-любители казачества и другие общественные организации. Впрочем, и изъятие незаконных орудий лоба, и беседы с населением инспекторы проводят ежедневно, но, естественно, без привлечения общественности. Ежедневно людям мы стараемся донести, чтобы рачительно относились к нашим богатствам природным, не нарушали закон, чтобы сети не использовали. Сейчас у нас как бы с рыбалкой обстоит дело неплохо, я считаю, что и можно законно выловить на спиннинг какую-то рыбу, получить удовольствие и домой принести ее покушать. По мнению представителей общественности, заместителя главного редактора журнала «Рыбацкое счастье» и председателя клуба «Рыболовов по сей Дон» при Ростовской Федерации рыболовного спорта Александра Лузенко, акции, подобные Всероссийскому дню без сетей, стоит проводить гораздо чаще. Ну, иначе как это, мы сохраним эти запасы наши, потому что вот последнее время мы все ждем этого момента, когда совершенно сети будут запрещены. Ну, наш клуб лично выступает, даже запрет такого рыболовства. По словам Александра Лузенко, в числе участников клуба – чемпионы России и Европы. Но независимо от звания, никто никогда не использует рыболовные сети. Здесь по области мы устраиваем, кроме этих акций, большие соревнования, чтобы людям было видно, что культурный рыболовный спорт гораздо интереснее, чем выйти с сеткой, рискуя там и состоянием, и всем этим самым собой, и материальным положением легче наловить и, в общем-то, рыбы удочкой. И мы доказываем, что можем ловить снастями незапрещенными. Доказываем, что это гораздо интереснее. То есть иногда можно удочкой поймать не меньше, чем сетью. Здесь надо просто к рыбе относиться по-другому в наше время. По мнению экспертов, замусоривание водоемов сетями и другими брошенными орудиями лова стало достаточно серьезной экологической проблемой, которая может быть решена общими усилиями государственных инспекторов, Росрыболовства и общественности. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.